Представляешь себе, вот это все, это разновидности рахатулкума. Примерно как в Абхазии цена, даже немножко подешевле будет. Берут лимончики, сверху поливают. То есть, как правильно, чай кефте? Чай кефте. Я очень впечатлен за эти деньги. Один шерба, а два три кефта. Кеф? Кеф? Спасибо. Давай, садись. О, хорошо, спасибо. Пойдем немножко первого, немного второго. О, спасибо. Хлеб, кебаб доведу, спрятанно. Экмек. Кебаб, говори, экмек. О, хорошо. Здесь еда сытная, плотная. Сюда ходят обычные люди. Есть? Чечевица, вообще говоря, это штука полезная и небюджетная. Ловин луд. Курицу что-то особо не вижу. Она есть тут, но ее немного. Экмек люблю вообще. Экмек всегда свежий. Мы с тобой обязательно наедимся всяких шаверм и прочего. Надо попробовать ту кухню, которую они едят. Делать выводы. Вчера мы здесь были, продавец честно признался, что плов не лучше узбекского. Говорит, плов турецкий, но не такой хороший, как узбекский. В принципе, я с ним согласен, но плов достаточно вкусный сам по себе. Даже без приправ. Не, я понимаю, что это чечевица. И тут вроде как кроме него особо ничего нет, но мне кажется, за счет специй, он на самом деле вкуснее, чем просто когда-то чечевицу ешь. Что-то добавлено. Но это не какие-то ингредиенты такие крупные, это специи. В общем, он простенький. Но сделан достойно. Мы вообще сейчас сидим в местной столовой, они для своих делают. Поэтому неудивительно, что оно простенькое, но сытное. И вкус хороший. Но знаете, без излишеств. Тебе больше нравится? Чечевистный суп, да? Знаешь, а мне тоже чечевистный суп больше понравился, чем плохо. За плов четверку, за чечевистный суп пятерку, по-моему, вот так я бы поставил. Еще хочешь одну тарелку или не сможешь? Я тоже наелся. Плов сытный очень. Спасибо. Хорошо, супер. Супер. Спасибо. Еще зайдем, до свидания. Спасибо, говорит. Знаю, чуть-чуть русский. Карты можно платить? Нет, только наличные. Только наличные? Вот здесь, короче говоря, достаточно бюджетное водопитание. Мы берем вот такую. Спасибо большое. Мы хотим вернуться сюда потом. Мы правильно находимся здесь? Да, да, да. Ну, отлично. Спасибо большое. Ну что, давайте посмотрим. Томаты, лук, специи. В курицах, кстати, обжарены до золотистой корочки. Своеобразное блюдо, оно немного не похоже на шаверму, потому что лаваш толстый. Хочется, на самом деле, чтобы в таком толстом лаваше было вот этого всего наполнения побольше. В целом, неплохо, конечно, надо учитывать то, что блюдо дешевое. Своих денег оно стоит однозначно. Здесь есть зелень, и только немножко петрушки попадается. Петрушки, конечно, много не надо для вкуса, но как-то бедновато, честно говоря. Жалко, что нет укропа, салата, огурчик могли бы сунуть сюда. Ну ладно, есть как есть. Мисрубат Аратоплам. В общем, как-то так оно называется. Оно, походу, начало протекать. Давайте посмотрим, что оно все представляет. Это похоже на творог, но, видимо, это сыр. По вкусу оно напоминает брынзу. Он очень похож на эту брынзу, но он не соленый. По ощущениям, из того, что я ел, это похоже на пирожок с творогом. Достаточно маслянистая булка, она мягкая. Сыра в ней, честно говоря, маловато. Буквально тоненькая полосочка вот здесь, это сыр. А все остальное просто булка. Вот то, что мы заказали. Очень много, я смотрю, турки из курицы готовят блюд. Турки из курицы готовят блюд. Турки из курицы готовят блюд, брат, но аппарат... Хорошо. Спасибо, добрый день. Да простят меня боги за мою транскрипцию. Блюдо, которое мы заказали, канат из гора, дословно переводится как крыло-решетка. Ну, соответственно, я так понимаю, что это крылышки пожаренные на креле. Слушайте, красиво как смотрится. Сейчас откроем, посмотрим, что это такое. Зубную палочку даже сунули, они сюда вилку одноразовую. Блин, молодцы, ребята. На самом деле, хороший сервис за недорого, откровенно говоря, 14 лир. Я так понимаю, это лаваш нарезан для того, чтобы можно было есть крылышки с чем-то. А вот, собственно, они. Здесь целый шведский стол, ребята. Крупа, которая напоминает рис. Не знаю точно, что за продукт. Примерно от такого размера сами крылышки. Они дожарили их до корочки. Я вам скажу, что они очень сочные. Лаваша накидали здесь на двоих. Причем лаваш толстый, хороший, мягкий, тянется. Они даже скреативили, сделали это блюдо красивым. Они поделили еще полосочкой лаваша зерновые от салатов и положили сверху на все вот это куриные крылышки. Честно, я очень впечатлен за эти деньги. Все свежее и все хорошего качества. Вот такую штуку я бы однозначно посоветовал вам попробовать. Я невнимательно смотрел пакет и не увидел сначала вот эту штуку. А, какая кисляя. А, слушайте, изжжется. Это перец. Это перец в уксусе. Уксусный перец? Я даже не надкусил. Я как бы нажал на него зубами. Что такое мне в рот вылилось? Ужас какой-то. Давайте запивать. В общем, я так понимаю, что это нужно было вот так на курицу повыдавливать. Смотрите, видите, сок течет. Ой, какая. А. Ой, походу, это все-таки перец с чили замаринованный. Как же жгет рот? Нет, тут уже и чай не поможет. Тут надо... Короче говоря, пойду рот промывать. Блин, не могу больше говорить, жгет рот. Я взял вареный початок кукурузы за три лиры. Если заплатить ему еще одну лиру, то он ее пожарит. Но жареную кукурузу они все выбрасывают. Поэтому жареную кукурузу, подчерневшую, я даже не очень хочу пробовать. А что касается вот этой вареной, давайте попробуем и узнаем, почему они ее так любят. Вот так выглядит этот вареный початок. Только что обработали руки. Давайте попробуем, что на себе представляет. Это похоже на сыроватую консервированную кукурузу. По-моему, без соли было бы вкуснее. Честно говоря, я бы такое не ел. Кукуруза в консервах значительно вкуснее. Это чуть-чуть святковатая. И зачем-то она у них извалена в соли. Ну, что ты скажешь по поводу кукурузы этой? Обычная кукуруза. Ничего с этой, но в этом нет. Я тоже думаю. Но на самом деле, когда они ее жарят, мне кажется, они ее реально портят. Потому что здесь принято ее зажаривать для черноты. Ежедневно видим, как ее покупают в большом количестве. Многие ее просто не доедают и просто выбрасывают. Некоторые оставляют ее на скамеечках. Потом ее птицы доедают, доклевывают. Очень посредственное блюдо. Я не знаю, за что платить 4 лиры. Но это пользуется спросом. Как по мне, я вообще кукурузу люблю. Но я бы лучше купил в консервной банке ее. Помимо жареной кукурузы, они еще жарят каштаны. У них запах такой мерзкий, скверный у каштанов. Как будто что-то подгорело. Но люди их покупают все равно, несмотря на это. Даже со здоровым желудком и с очень большим желанием поесть. Жареную кукурузу и жареные каштаны здесь доедает далеко не каждый, кто их покупает. Чем прикол покупать и оставлять, не знаю. А если есть гастрит, например, то лучше вообще даже не пытаться. Семит, да. Семит, два. Опять же, обращу ваше внимание на то, что по карте было не рассчитаться. И только за наличные мы смогли его приобрести. Я после видел, как семиты продаются также в киосках. И там они несколько дешевле. Что касается вкусовых качеств, он абсолютно не сладкий. Он даже немножко горчит. Горчит, мне кажется, он за счет посыпки. Если не ошибаюсь, это кунжут. Ну, понятное дело, что, скорее всего, в тесте был и сахар, и соль. Но не чувствуется ни того, ни другого. Такое ощущение, что как такового вкуса у него нет. Обжаренный кунжут давал ему небольшой привкус. В плане питательности он нисколько не маслянистый, не жирный. Но если будете в торсе, возьмите, попробуйте сами. Я думаю, что не повредит, опять же, для знакомства с менталитетом, с культурой. Французы говорят, мы есть то, что мы едим. Для того, чтобы понять предпочтение местных жителей, можно взять Семит. В отличие от той же самой обжаренной кукурузы, обжаренных каштанов, которые многие покупают и выбрасывают. Семит, как правило, едят все, взрослые дети здесь. Я не видел такого, чтобы его выбрасывали. Давайте приготовим одну жареную рыбку. Попробуем, что это такое. Называется Балик-Шилик-Эк-Мек. Чем хороша рыба истанбульская? Она всегда свежая. Мы каждый день видим на Галатском мосту, как ее ловят в больших количествах. Смотри, как аккуратно косточки вытащили. Вот это опыт. Вкусно очень. Нравится? Это как шаурма, только из рыбы. Он насыпал туда очень много перца, но я не сказал бы, что это чувствуется. Зелень, собственный сок, который выделяется из рыбы при приготовлении ее. Если парочку таких штук съесть, наверное, может, в течение дня есть не захочется вообще. Рыба, из которой готовят это блюдо, она очень костлявая. Удивительно, как с помощью всего одного инструмента он умудрился вытащить все кости из этой рыбы. Можно ли рекомендовать это блюдо? Да, я думаю, однозначно. Тем более, если вы находитесь в Турции, конкретно даже в Истанбуле, надо понимать, что они сами это любят, что это всегда свежее. Мы каждый день видим, как на Галатском мосту, да даже на мосту Ататюрка, ежедневно огромное количество рыбаков занимаются ловлей вот этой самой рыбы. Я нисколько не жалею, что мы его взяли. И вообще это очень важно для того, чтобы познакомиться со страной, где мы находимся. Это 1-5-0, 1 килограмм. Это 2-5-0, 1 килограмм. Окей, спасибо. За килограмм идет? Да, да. Микс, нет проблем. Разные, 1 килограмм, 1-2 килограмм. Пожалуйста, вот это гранаты с чай. А, это натуральные гранаты? Это натуральные. Спасибо большое. Спасибо. Возьми, пожалуйста, вот это. Куда можно выкинуть? Спасибо большое. Тут орехи идут. Здесь идут отделы с пряностями, да? Тут интересное заведение. Тут, помимо того, что покупают, здесь они прямо сидят и ездят. Что бы вы посоветовали? Кроме вот этого, что еще такое, прям, чтобы вах? Вот это. Вот это? Да. Это все рахат лукум, просто они разные. Все рахат лукум. А вот это крема, экстра крема. А, это рахат лукум с кремом. Вот это лайт, лайт. Легкий. Это нормальный. Знаешь же, какое разнообразие рахат лукума. Представляешь себе, вот это все? Это разновидности рахат лукума. Тебе такое нравится? Очень. Очень. Говорит, очень. Надо брать. Конечно, требуется и быстрое питание на каждом шагу. Вот, например, турецкий Макдональдс. Мороженое, закуски. Людно. Посмотрим цены. Да. Цены от 19 лир. Тут, видимо, фермер торгует. Очень много фруктов. Хочешь мандаринов под 2,5 лиры? А что, давай возьмем. 2,5 лиры, в принципе. Это примерно как в Абхазии цена. Даже немножко подешевле будет. В Абхазии мы, по-моему, покупали мандарины у местного жителя по 25 рублей за килограмм. Давайте попробуем поспеть подлосы. Good day. Excuse me, I buy мандарин. Пручками затарились. Такие мы типы, на самом деле. Сейчас будем гулять с тобой с мандаринами теперь, да? Можно, конечно, в сумку попытаться убрать. Теперь сюда вернемся. Картс, окей? No? Ясно. Окей. Процесс приготовления. Это у нас с вами шаверма с курицей. Он нас спросил, кетчуп или майонез? Мы ему сказали майонез. От предыдущих наших блюд она отличается тем, что у нее тонкий ваваж. Да, лук. Причем лук репчатый. Знаете, это очень вкусно. Я еще ожидал здесь зелень увидеть. Здесь зелени пока что еще нет. Но здесь очень много лука. Прям от слова совсем. Где-то вдалеке, смотрите, там уже проглядывает кусочек томата. Такое ощущение, как если бы заканчивался на кухне томат и огурец, и вместо него он напихал лучку. Чувствуется, что она немножко суховатая, и чувствуется прям приторный привкус рыбчатого лука. Честно говоря, вот здесь вот еще курица. Вот тут она немного подгорела. Это она не по цвету подгорела. Это я вот даже по вкусовым качествам я вот ем ее. Вообще, есть еще такой небольшой гайд. Если берете у уличных торговцев еду, как правило, те люди, которые в возрасте, лица старшего возраста, короче говоря, они готовят лучше. Снизу у нее еще жареный картофель сыпется. То есть это не просто какая-то шаверма. Тут все подряд. Ну, картошка точно такая же, какая была в других турецких блюдах. Она не соленая. Она доведена до корочки. Она нарезана ломтиками. Такой он, примерно, турецкий фосфуд уличный. Танюк дюнер? И супер танюк дюрюм? Ну, вот они. Танюк дюрюм и супер танюк. Принципиально отличие их заключается в том, что одна блаваше, а другая ботоня. Та, которая блаваше стоит больше. Ребята с нашей улицы, у них недорого. И, знаете, они не поскупились. Вот он спрашивал про сырный соус. Достаточно много всего накидали. Сама она по себе большая, да? Хорошее сытное блюдо. Только, знаете, что в этом специи маловато. Ну, я относительно Турции говорю. Легкая она в плане вкуса. Для тех, кто не любит перченые соленые, вот самое то. Я, на самом деле, люблю ее. Тем более, в Турции уже попривык. Для меня здесь не хватает специи. А вот вторая примерно то же самое, но она, видите, супер танюк. Она в лаваше. От чего же она супер? Внутри у нее примерно то же самое, но только она значительно плотнее. Здесь как будто бы больше всего гуще. Может быть, потому что в лаваш закат, она лаваш более тонкий, чем батон. И вкус лучше чувствуется. Почему она супер? Наверное, просто потому что порция крупнее сама по себе. Для тех, кто не любит, когда много соли, когда много перца. Для тех, кто любит, когда много мяса и зелени хорошее соотношение. Когда соусы не перебивают вкус. Наверное, самое то. Здесь без излишек, знаете. Самое основное, все остальное по вкусу. Можешь сам добавить, досыпать. Я бы отдал за это больше, чем оно стоит. Сразу видно, где продукты хорошие. Смотри, здесь очередь. Сэр, good day. Cars yes, no? No, no, no. Окей, money. А, money, money. Финик? Килограмм. Thank you. Буквально чуть-чуть отошли. 18 лив финики, да? А вот здесь, на соседней тоже 10. Поэтому смотрите, ходите внимательнее продавцов. Соседние лавки. Цена может отличаться почти вдвое. Справа финик по 18, слева по 10. Не изжило еще себе ощущение базара здесь, в Турции. Даже в таких крупных городах, как Истанбул. Продавец сразу же отказал. Когда я предложил ему оплату картой, пришлось доставать наличные. Старайтесь тоже иметь при себе наличные. Если вы ходите по базарам, по рынкам, по торговым лавкам. Далеко не у всех есть терминалы для того, чтобы вы могли расплатиться картой. Финики, которые мы с вами покупали совсем недавно, выше всяких похвал. Несмотря на свои размеры, они целиком и полностью сахарные. Вот как будто бы даже... Есть даже такое ощущение, как если бы это не было плодом растения, а знаете, кондитерское изделие. Настолько сладкие оказались, что девушка даже не захотела есть. Говорит, перебор. Слишком сладкие. Мне очень нравится, я доволен. Помимо всего прочего, не стоит забывать, что финики – это очень полезная пища. Долго говорить на эту тему не буду. Понятное дело, что, как и везде, переусердствовать не стоит. Но для организма очень здорово. Кому интересно, почитайте, пожалуйста, в интернете об этом. Судя по вот этому коту, закупаться надо здесь. Потому что он живет здесь под столом, у него все замечательно. Мне кажется, тут хорошо кормят. Окей. Короче, там 6 лир написано. Просит 10. Некрасиво, ладно, хрен с ним. Блюдо вот это называется словом, которое похоже на слово «ежик». Как-то «яичик» примерно. Ну вот давайте попробуем озвучить. «Ейжик». В общем, дословно с турецкого это слово обозначает «пища», «пайок». То есть это даже не какое-то собственное название. Они просто назвали вот это блюдо «пища». Что они туда накрутили? Сейчас мы посмотрим и попробуем. А знаете, что это такое? По-моему, по вкусу это печень. Ну то есть они взяли хлебобулочные изделия, напихали туда печенью. Немножко растораканив, короче, вот это все дело, немножко распотрошив ее, я там обнаружил еще немного жареной картошки. Она, знаете, она на вкус как картошка фри, только она абсолютно без специй. И она то ли кубиками, то ли ломтиками. Короче говоря, нарезана. Но чисто ради разнообразия, хорошо, что хоть ее положили. Если бы это просто было печень и кусок хлеба, было бы не так все весело. Обычно любят, знаете, там огурчик или томатину положить, может быть лист салата сунуть. Тут ни зелени, ни овощей, ничего. Здесь в основном печень и немного, и там вот где-то в середине чуть-чуть картохи жареной. Но тоже она, знаете, она вообще даже не соленая. Немножко острят вот эти спецы, может быть, это даже чилийский перец, но кажется, что его много, а на самом деле вкуса никакого. В общем, девушка сейчас попробовала его, вот этого вот, так называемого ежика. Говорит, что ежик невкусный. Так что, если вы девушка, вполне возможно, ежик может вам не понравиться. Я, конечно, ежика съем, раз уже куплен, но ежик не удивил. Как получается называется? Я понимаю. Пиде. Это да, да. Да ну, серьезно, одному? Это порция на одного человека. Как она называется? И это идет как дополнение к основному блюду, да? Не всегда, только особым гостям. Они сочли нас сегодня особыми. Господи, как приятно. Да, да. Они, вот сколько раз я приходила, первый раз подают это. У них есть вот за деньги, а сегодня вот они так решили. Видите, вместе с капустой подается. Ну, голубцы же крутят капусту тоже, ты тоже ее закручиваешь. Есть вот этот очень остренький перец. Он маринованный или... Да, он маринованный. Я тоже думаю, что что-то с ним внешне отличается. Еще берут лимончики, сверху поливают. То есть, как правильно, чай кюфте? Чай кюфте. Аналог голубцев. Да. Вот такую конфету купили в супермаркете местном. Если вы такую встретите, знайте, это пародия на баунти. Там точно так же кокос, шоколад. И если не знать, что ты ешь не баунти, а просто есть, вкус идентичный. Так что турецкая баунти выглядит вот так. Йогурты в Истанбуле продаются вот в таких огромных ведрах. Не знаю, по вкусу кажется, что сметану ем. В нашем понимании часто йогурты это не просто молочный продукт, а добавки какие-то сладкие или, может быть, фруктовые. А здесь кисло-морочный продукт, по вкусу напоминающий сметану. Ну, может быть, или вот с ряженкой еще очень похожий вкус, только здесь гораздо более густая консистенция.